Представить нашу жизнь без современных средств передвижения просто невозможно. Но не стоит забывать, что автомобиль это не просто комфорт и роскошь, а в последнее время все чаще угроза жизни как для самих водителей, так и пешеходов, среди которых много детей. Чтобы в очередной раз напомнить водителям о правилах безопасности детей на дорогах, сотрудники ГИБДД в Славянском районе провели профилактическую акцию, на которой побывали и наши корреспонденты. У нас в городе проходят операции «Внимание, дети и пешеход». Мы хотим вам дать такое прощение, чтобы соблюдать правила дорожного движения. Спасибо. И светоотражающие элементы. Носите, пожалуйста, в темное время суток, чтобы вас водители видели на дороге. Спасибо огромное. Вот так сотрудники ГИБДД по Славянскому району на прошлой неделе останавливали практически всех прохожих, особенно детей, возле пешеходного перехода главной улицы города. Эта акция направлена на предупреждение от дорожно-транспортных происшествий с участием жителей нашего города, особенно с детьми. Ситуация на дорогах остаётся прежней – невнимательность водителей, нарушение правил дорожного движения со стороны пешеходов. Особенно большое количество ДТП произошло в прошлом месяце. Последняя декада октября выдалась особо напряжённой в плане совершения дорожно-транспортных происшествий. Можно сказать, резонансной в том числе. Это и, как правило, наезды на пешеходов. Они всегда вызывают серьёзную озабоченность, поскольку человек – это самый незащищённый участник дорожного движения. И поэтому значительные телесные повреждения получает именно пешеход. Так, за последние, я уже сказал, декаду у нас совершено три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали и в том числе и погибли участники дорожного движения. Сотрудники ГИБДД прикладывают большие усилия для снижения количества ДТП. Проводят различные профилактические рейды и акции, беседы как с пешеходами, так и с водителями. Раздают памятки и листовки с правилами дорожного движения. Следует отметить о безответственном поведении самих участников дорожного движения. Прежде всего, если не говорить громкими словами, элементарное пренебрежение правил дорожного движения, понимая, осознавая, что находится непосредственно в близности от транспортных средств, пешеходы продолжают переходить в неустановленном месте, двигаться также по краю проезжей части. Но мы знаем с вами, что при отсутствии тротуаров пешеход должен идти во встречном направлении. Прежде всего, это обезопасит его самого. Соответственно, это скоростной режим водителей транспортных средств. Пунктом 10.1 правил непосредственно указано, что водитель должен вести свой транспортный средств с такой скоростью, которая бы ему обеспечивала постоянный контроль и надзор за дорожным движением. И при возникновении опасности он мог иметь возможность снизить скорость вплоть до остановки. За последние 10 месяцев этого года в Славянском районе произошло более 100 ДТП, в которых погибло 22 человека. 98 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП ненамного, но возросло. Сотрудники ГИБДД и в дальнейшем будут продолжать прикладывать все возможные меры по снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Но в основном всё зависит от участников дорожного движения. Поэтому сотрудники ГИБДД ещё раз обращаются к автолюбителям, быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.